В этой стране ничего не менялось Трудное детство, нищая старость Все как было, так и осталось Унылые лица, усталая вялость Голодные люди, сытая власть В этой стране ничего не менялось Вечные пробки, стойки Привет, друзья! Перестаю уже удивляться той нечеловеческой жестокости, с которой сотрудники Росгвардии, ОМОНа избивают мирных граждан, выходящих на митинги акции протеста против действующей власти И потому что Каждый день появляются в стране новости Которые свидетельствуют о том, что Туда, в полицию И силовые структуры берут Маргиналов с улицы, буквально по объявлению Конечно же не все, но Очень значительная часть Сотрудников силовых ведомств Это реально конченые маргиналы И вот очередная новость Тому стала Подтверждением В Екатеринбурге Сотрудники полиции, находясь На службе Увидели, приметили Обычную, случайную Прохожую Девушка Возвращалась домой Воспользовавшись Служебным положением Они Заставили ее сесть в патрульный Автомобиль и совершили С ней насильственные Действия сексуального характера То есть Изнасиловали ее Вот Такая у нас полиция Которая вместо того, чтобы Защищать граждан Сама Становится преступниками То есть По сути дела Это самые главные Преступники Сейчас в стране Это Сотрудники полиции И к сожалению Все это Не единичные случаи Это носит Достаточно Системный характер И при нынешней власти При путинском режиме Власти Кино-России Правоохранительные органы Те, кто должны Нас по закону Защищать Они становятся Самыми главными Преступниками В стране Только недавно Я снимал ролик Как сотрудник Росгвардии Убил двухлетнюю девочку Сделал это С особой жестокостью Из-за того, что Ребенок Своим плачем Раздражал его Девочка плакала И это раздражало Сотрудника Росгвардии Естественно Психически нездоровый Какой-то человек Потому что В нормальный Адекватный Здоровый психический человек Он такой не способен И хочется понять Проверяет ли этих уродов И выродков Хоть кто-то Потому что Скрыть в себе Внутри И Скрыть это перед Тем более Компетентным Специалистам Психиатрам Какие-то проблемы Состояние Своего психического здоровья Мне кажется Невозможно Это означает только одно Что их там никто не проверяет Они предоставлены Сами себе И никому это не интересно То есть Никто не проверяет Тех людей У которых есть Какая-то власть У которых есть Самое главное Оружие Они предоставлены Сами себе И идут на преступления ФСБшники Грабят банк Сейчас Следователь В бегах Не помню К сожалению Фамилию его Сатулаев По-моему Сатулаев Следователь В бегах Соизнасилования Начальники отделов полиции Насилуют Свою подчиненную И вот такие новости Они появляются Буквально каждый день И это гораздо хуже Этот беспредел Гораздо хуже Чем в 90-е Потому что Совершают его Сами правоохранители Главные преступники Современной России Потому что Они сами Как вот Следователь Сатулаев Он сам же Расследовал Преступления Которые Совершал Вопрос только К чему мы катимся К чему Ведет нас Этот режим К чему Ведет Это беззаконие Тотальное беззаконие Безнаказанность Потому что Люди Это делают От того Что они Уверены В том Что им Ничего за это Не будет Они уверены В том Что со всех сторон Они прикрыты И что Такие же Как они Отморозки Будут их Покрывать Всем спасибо Подписываемся На канал Ставим лайки Оставляем Свои комментарии Под видео Всем хорошего дня Пока